Очередное задержание браконьеров в Чернобыльской зоне. На этот раз в руки правоохранителей попал старший егерь зоны отчуждения. Кто и как занимается незаконным выловом рыбы в закрытой территории, подробности в сюжете. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Эта поговорка давно не актуальна для рыболовов-браконьеров. Вот пристрел. Наши умельцы такие выготовляют. Как они сказали, им бракувало еда. На рыбалку пришли с электроудочкой. Когда ее опускают в воду, происходит разряд. И все рыба в водоеме всплывает на поверхность. Последствия впечатляют. Подобная рыбалка бывает опасной для самих браконьеров. Приобрести такую удочку довольно просто. Цены в сети стартуют от 300 и доходят почти до 4000 гривен. Правоохранители часто пройдут рейды и ловят браконьеров. Но есть в Украине поистине райские места для подпольной рыбалки. Запрошивают или по договоренности какие-то приезжают в зону отчужения. И выловляют очень много рыбы. Ну, в каком обсяде? Там тысячи тонн. Может быть и тысячи тонн. И приезжают туда, как на сафари. Выбивают полностью все. Начиная от сеток, закинчивая электробудками. Георгий – сотрудник егерской службы в Чернобыльской зоне. Он согласился рассказать, как работает браконьерский бизнес в зоне отчуждения. Но лицо показывать не хочет. Не просто люди, а люди, которые могут приехать до семей, найти нас. Не только меня, но и моих коллег. Чтобы рыбачить в зоне, необходимо иметь серьезные связи, уверяет Георгий. Головный егер Давиденко, ему звонят, чтобы он организовывал все рыбалки. Приезжают все люди в чинах, выезжают на лодках, знают, куда ехать, знают территорию. И сам Давиденко керует это все. Это 100%. Мы это знаем. И не один факт есть у нас с приводу того, что это он все организатор этих незаконных выловил. Но это же его и споймали. Там 46 суммей было, где-то близко 700-800 килограммов сумма было выловлено. Это электроуткой. Эта информация недавно появилась в СМИ. По данным журналистов, Давиденко задержали сотрудники прокуратуры Киевской области во время антибраконьерского рейда. Мы направили запрос в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать ситуацию. Факт задержания силовики подтвердили, но о личности подозреваемого говорить отказались, ссылаясь на секретность дела. Ведь зона отчуждения считается режимным объектом. Орудуют браконьеры целыми бандами. В медиа постоянно появляется информация о задержании браконьеров. Об этой проблеме говорят и в Кабмине. Собираются бороться повышением тарифов. Но даже это, говорит Егер Георгий, вряд ли испугает браконьеров. Ведь полученная прибыль куда значительнее. По данным госрыбагентства, более половины рыбы попадает на прилавки незаконно. Константин Редин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.